Меутоническая дистрофия представляет собой группу заболеваний, все из которых вызваны аутосомнодоминантными генетическими мутациями. Другими словами, одной поражённой копией гена достаточно, чтобы вызвать эту болезнь. Больные обычно присутствуют в каждом поколении, потому что поражённый человек, мужчина или женщина, с вероятностью в 50% передаст поражённый ген ребёнку, что вызовет у последнего данное заболевание. Выделяют два основных типа миотонической дистрофии. Тип 1 или сокращённо МД1 также известен как болезнь Штейнерта и тип 2 или сокращённо МД2. При миотонической дистрофии первого типа поражённый ген ДМПК находится на длинном плече хромосомы 19. Ген ДМПК имеет 3-нуклеотидный повтор, то есть группа из 3-х нуклеотидов ДНК повторяется несколько раз подряд. В ДМПК это нуклеотиды цитозин, тимин и гуанин, или ЦТГ. Эти ЦТГ обнаруживаются в 3-штрих нетранслируемой области ДМПК. 3-штрих нетранслируемая область находится на конце гена ДМПХ, который превращается в МРНК и помогает модулировать экспрессию гена. Экспрессированная МРНК ДМПК транслируется в белок, называемый протеин кеназой метонической дистрофии, и он помогает в коммуникации между мышечными клетками, а также клетками сердца и мозга. В мышцах эта кеназа отключает мышечный белок, называемый миозинфосфатазой, который участвует в сокращении и расслаблении мышц. При миотонической дистрофии второго типа поражённый ген CNBP расположен на длинном плече хромосомы номер 3. Вместо 3 нуклеотидного повтора ген CNBP содержит тетрануклеотидный повтор, в котором нуклеотиды цитозин, цитозин, тимин и гуанин, или ЦЦТГ повторяются несколько раз подряд. Эти ЦЦТГ находятся в первом интроне CNBP. Он, во-первых, затем превращается в мрнк, и во-вторых, помогает регулировать экспрессию гена. Экспрессированное мрнк CNBP транслируется в белок, который назвали клеточным белком, связывающим нуклеиновую кислоту, и он контролирует функцию различных генов в мышцах и сердце. При обоих типах миотонической дистрофии наблюдается экспансия повторов или увеличение количества ЦТГ и ЦЦТГ в поражённых генах соответственно. Это увеличение повторов вызвано ошибочным спариванием, из-за которого ферментная ДНК полимераза сбивается с толку при копировании повторяющейся последовательности. ДНК полимераза как бы теряется среди повторов и снова копирует то, что уже скопировала. Это всё равно, что смотреть в видео одну и ту же часть снова и снова. Но ведь ДНК полимераза создаёт копии, поэтому это приводит к увеличению количества повторов. По мере развития человека происходит множество делений. Зигота превращается в плод, плод в конечном итоге во взрослого человека. Потому ко времени, когда создаются сперматозоиды и яйцеклетки, происходит уже несколько десятков клеточных делений, каждая с циклом репликации ДНК. Таким образом, чем больше делений, тем больше повторений добавлено. Тем более нестабильной становится ситуация. Наличие такой экспансии означает, что ребёнок от родителя с миотонической дистрофией может унаследовать даже больше повторов, чем сам родитель. Чем больше количество повторов в белке, тем раньше наступает возраст, когда у человека появляются симптомы, и тем серьёзнее эти симптомы. Это явление назвали антиципацией или предвосхищением. То есть происходит утяжеление клинических проявлений заболевания из поколения в поколение в пределах одной родословной. Наблюдается более ранняя манифестация, быстрое прогрессирование и утяжеление всех симптомов. В гене DMPK нормальное количество триплетов CTG составляет от 5 до 37, а в гене CNBP нормальное количество тетрануклеотидных повторов CCTG составляет от 11 до 26. Если в аллелях от 38 до 49 повторов CTG или от 27 до 74 повторов CCTG, то их называют предмутационными, они не вызывают заболевания. Если аллель содержит более 50 CTG или более 75 CCTG, то это будет считаться полной мутацией. Аллели могут иметь тенденцию становиться всё длиннее и длиннее, поскольку ДНК полимераза становится всё более и более нестабильной, копируя более длинные отрезки повторов. Поэтому предмутационный аллель, можно сказать, гарантирует возникновение полной мутации. Точная причина того, что дополнительные тетрануклеотиды CTG и тетрануклеотиды CCTG приводят к заболеванию полностью не выяснена, но одна из гипотез заключается в том, что повторяющиеся области имеют широко расставленные водородные связи между парами оснований C и G. Это заставляет РНК образовывать конденсированные сгустки внутри ядра. Эти группы РНК привлекают РНК-связывающие белки, которые необходимы для обработки различных молекул РНК. В результате другие гены не могут нормально экспрессироваться. Это, например, происходит с геном СИКС-5, который участвует в функционировании глаз, с геном рецептора инсулина и с геном сердечного тропонина Т. Считается, что дефицит этих генов приводит к миотонической дистрофии. Симптомы миотонической дистрофии различаются у разных типов и форм заболевания. Тип 1 имеет две формы. Первая – врождённая, когда симптомы начинаются сразу после рождения. Младенцы слишком слабы, чтобы даже сосать или дышать, и потому долго не живут. Также существует взрослая форма, при которой мышечная слабость возникает в более позднем возрасте и в первую очередь затрагивает лицевые мышцы, в результате чего щёки и веки опускаются, а также дистальные мышцы рук и голени, что вызывает опущение пальцев и ступней. Миотоническая дистрофия второго типа проявляется только в зрелом возрасте. Мышечная слабость обычно более лёгкая и в основном поражает проксимальные мышцы бёдер, вызывая трудности при подъёме по лестнице или вставании из сидячего положения. Он также влияет на плечи и локти, вызывая проблемы с удержанием или поднятием предметов. Оба типа миотонической дистрофии вызывают миотонию, то есть трудности в расслаблении мышц. Например, человек может быть не в состоянии ослабить хватку после того, как пожал кому-то руку. В некоторых случаях миотоническая дистрофия также вызывает катаракту или помутнение хрусталика глаза, инсулинорезистентность, а также нарушение сердечной проводимости или аномалии электрических импульсов, контролирующих сердцебиение. Миотоническая дистрофия диагностируется с помощью генетического тестирования для определения количества повторов ЦТГ и ЦЦТГ. Электромиографию делают для оценки электрической активности мышц. Биопсия мышцы может быть сделана для дифференциации неврологических проблем. Диагноз особенно важен с точки зрения консультирования человека о риске заболевания для нынешних и будущих членов семьи. Лечение миотонической дистрофии направлено на устранение отдельных симптомов. Для поддержания возможности передвижения используют ортопедические приспособления и инвалидные коляски. При необходимости проводят операции по коррекции катаракты и использование кардиостимулятора. Резюмируем. Миотоническая дистрофия – это аутосомнодоминантное генетическое заболевание, которое делит на тип 1, который вызвано наличием более 53 нуклеодидных повторов ЦТГ в гене ДМПК и имеет врождённую и взрослую форму. Этот тип является более тяжёлым. Тип 2 вызван экспансией более чем 75 тетрануклеодидных повторов ЦЦТГ в гене СНБП. Встречается у взрослых и протекает легче. Оба типа вызывают мышечную слабость, миотонию, катаракту, инсулинорезистентность и нарушение сердечной проводимости.